и только наиболее эффективные микроорганизмы, наиболее эффективные штаммы, они попадают уже в конечные биопрепараты в разработку. Также в 2018 году был открыт Институт прикладной биотехнологии. Это настоящий институт с лабораториями, с научными сотрудниками, который работает на базе как раз БТУ-центр. И их основная задача, ну помимо решения тех проблем, с которыми сталкиваются наши партнеры, также исследования эффективности препаратов в различных агроклиматических условиях. Также препараты, не удивляйтесь, микробиологические препараты, они могут вполне совмещаться со многими химическими средствами СЗР. Я просто слышала сегодня, да, конечно, в идеале всегда был, мы работаем сначала химией, потом мы заселяем бактерии, но появилась возможность и очень часто, работая в открытом грунте, работая на полевых культурах, где нет возможности на больших площадях заходить несколько раз и делать эти обработки дорогостоящие, это и технику выгонять надо, ну и много механизаторов привлекать. Вот, препараты смешивают. Я буду рассказывать, есть определенный принцип работы, но это возможно, это хорошо, достойно работает. И еще очень интересная тема, чем занимается институт, это исследование после действия препаратов, потому что очень получены интересные результаты, работа продолжается, когда мы применяем, когда мы заселяем в почву полезный организм, а потом перестаем работать, да, что происходит дальше, куда они деваются, погибают или размножаются, что происходит с их селекцией уже в почве и так далее. Очень интересная работа, которая сейчас продолжается. И еще я знаю, что тоже, наверное, в прошлом году, или в 19... в общем, началась работа по... выявилось то, что часть микроорганизмов, они положительно влияют на сокращение вот этих остатков, которые возникают при работе глифосатами, да, или гербицидами. То есть последствия гербицидов, возможно, будет, ну, пока еще ведутся работы, все-таки уменьшить, либо не гилировать полностью при применении биопрепаратов. Вот. И хочу сказать, что... обратить особое внимание, что сейчас, в настоящее время, все серьезные производители, которые работают... производство биопрепаратов, это очень наукоемкое производство. Без науки, без каких-то последних внедрений, последних технологий, результатов исследований и так далее, не получится делать по-настоящему эффективные препараты. Поэтому, конечно, все производства, серьезно, еще раз повторяю, они сотрудничают с своими и зарубежными институтами, проводя различные исследования, да, чтобы это было корректно, правильно и грамотно. Компания Organic Line, которую я представляю, мы российская компания, мы не Украина. Мы находимся в Московской области, в городе Латкарима. Там у нас центральный офис и большой складской комплекс, в том числе с охлаждаемыми камерами. Мы 2011 года на рынке России, и единственные дистрибьюторы по рынку России вот этих препаратов. Только мы их привозим, мы их сами регистрируем в России, мы сами регистрантами их являемся, потому что наши препараты, они все зарегистрированы, вот, и входят в каталог агрохимикатов и пестицидов. Вот. И мы сами осуществляем вот эти таможенные все вещи, доставку и так далее. К нам фуры идут непосредственно заводы, брендированные красивые рефрижераторы с определенными температурными условиями, чтобы это было все обеспечено, чтобы мы правильно довезли и обеспечили правильное хранение. Для чего же используются биопрепараты? Ну, сегодня самый первый вопрос был, да, самый первый ответ был, он правильный. Конечно, это экология. Экология в первый очередь. Мы все дышим, кушаем что-то, да, и хочется, чтобы это было все здорово, чтобы, проходя мимо каких-то садов или полей, мы не боялись оттуда получить какие-то неприятные вещи. И, конечно, я ни в коем случае не призываю, никогда этого не говорила, что давайте не будем работать в химии, давайте мы возьмем сейчас быстренько все биопрепараты и будем работать. Конечно, нет. Действительно, есть тяжелые случаи, когда необходимо химические средства защиты. Но уменьшение пестицидной нагрузки на окружающую среду, конечно, это в состоянии предоставить биопрепараты.